Добрый день! Это новости спорта 9 Poland. Мы обсуждаем польский футбол, но и не забываем о заграничном спорте. В сегодняшнем выпуске поговорим о нулевой ничьей во Вроцлаве, поражении Леха от Леги, ну и безусловно затронем завтрашний поединок Украины с Польшей в Хужове. Шленск, Вроцлав и Гурник Забжи сыграли в безголевую ничью. В последних четырех встречах у Вроцлавян лишь 4 очка. Шленск это на самом деле довольно уникальная команда. Ну смотрите сами. Она забила ровно столько, сколько создала по статистике XG. 13 забитых мячей. Одна из главных причин нестоль искрометного футбола довольно понятна. Как по мне, это потеря сразу трех креативных футболистов в центре поля минувшим летом. Якуб Лобойко, Пшемыслов Плахета и Михал Храпок. То есть весь креатив в центре поля. Пшемыслов Плахета так и вовсе был чуть ли не самым креативным футболистом в команде. Не зря ведь он ушел на повышение в Норвич, который сейчас играет в чемпионшипе, а совсем недавно выступал в АПЛ. Кроме того, одним из факторов является довольно слабая и посредственная статистика нападающего команды Эрика Экспозита. По статистике Вайскаут испанец располагается лишь на 25 месте из 30 по количеству ожидаемых голов и реальных голов. Ну, для меня это показательно. Его товарищ по команде Вальдемар Субот располагается на 28 месте из 30 в этом списке. Но там хоть можно оправдаться сторонними факторами. Кроме того, Экспозита находится на втором месте после соотечественника. Испанца Иви Изракова по количеству ударов в среднем за 90 минут. На минуточку 4.55. Но он забил всего лишь два мяча в этом сезоне. А у Иви четыре мяча в составе Чинстаховцев. Вот только есть большая разница. Экспозита требуется 193 минуты на гол, а Лопесу 76. Возвращаясь к прошедшему поединку, стоит отметить, что у обеих команд не было нескольких ключевых футболистов. Главная потеря Гурника Забжи – это, безусловно, Хесус Химанес. Химанес четвертый по ожидаемым голам в лиге. Кроме того, он стал лидером атак после ухода Игора Ангулу в Индию. Поэтому это огромная потеря. У команды Витеслава Ловички отсутствовало два основных центр-дефа – это Войчих Гола и Дино Штиглис. Причем Гола повредился каким-то глупым образом на предматчевой разминке. Говорить о матче особо нечего. Это был матч с минимумом моментов как с одной, так и с другой стороны. В каком-то роде это напоминало совсем недавний поединок Шлёнска против Егелонии во Врославе, когда Врославяне победили со счетом 1-0. Правда тогда удалось забить, а сейчас нет. В первом тайме преимущество, пусть и минимальное, было на стороне Врославян. Команда Ловички создала несколько перспективных моментов. Вот только львиная доля этих ударов приходилась из-за пределов штрафной, либо летела в руки вратарю соперника. Поэтому они не были столь опасны. Тем не менее, самый реальный шанс забить имели как раз гости. На 58-й минуте Пётр Целибан выполнил довольно плохую, откровенно говоря, скидку на Пётра Кравчика, который нанес могучий удар в перекладину. Матус Путноски ничего бы не сделал, даже если бы очень хотел. Однако мяч в ворота не залетел. Тем не менее, дело докатилось до финального свистка, которое знаменовало довольно посредственную игру в атаке подопечных Егелого Ловички в последнее время. Ну а Гурник Забжи продолжает находиться в числе лидеров турнирной таблицы. Когда их лидер Хесус Кименос, который я уже упоминал в этом выпуске, вылечится от проклятого коронавируса, он снова сможет вернуться в строй и приносить своей команде важнейшие очки. А пока 0-0. Важное уточнение. Этот матч состоялся авансом. Экстракласса совсем недавно ввела новое правило. Теперь команды, в которых будут обнаружены коронавирусные больные и которые вынуждены будут уйти на изоляцию, будут пропускать тур. То есть это будут перенесенные поединки, однако их слот будут занимать команды, в которых все здоровые, которые должны были бы по идее разыграть матч следующего тура. Таким образом, поединок Шленского-Рослава и Гурника Забжи, который должен был состояться в следующем, в десятом туре экстракласса, состоялся сейчас, в девятом туре. Вот такие у нас коронавирусные обстоятельства. Легия одолела Лех в польском классику со счетом 2-1. Рафаэй Лопеш и Каспер Скибиски отличились дебютными голами в составе варшавян. В этом матче случилось удивительное событие. Томаш Пекхарт не забил. У чешского полузащитника Легии просто идеальная статистика. Он забивал во всех турнирах число, равное количеству проведенных матчей. Всего у него 13 голов в 13 поединках во всех турнирах. Но это невероятно. В какой-то момент человек был той самой ключевой фигурой, которая делала разницу. И это было заметно. Легия сыграла по схеме 4-1-4-1. Такую расстановку она использовала в совсем недавнем ничейном поединке с Погунью в Щецине. Правда, не без изменений. Вместо заболевшего коронавирусом Томаша Пекхарта и еще до сих пор не залетившего травму Хосе Канте, в центре нападения появился юный матч Яросолек. Связующим опорником, вместо Бартуша Слиша, на этот раз выступил португалец Андре Мартинш. Легия пропустила после дурацкого автогола от Йосипа Юрановича, одного из палачей Брославского-Шленска в недавнем варшавском матче. Во втором тайме наставник легионистов Чеслав Михневич произвел две наносные ключевые замены. Ну смотрите, вместо фангового хавбека Джоэля Валенсии на поле появился уже упомянутый мной в этом репортаже Рафаэль Лопеш. А матч Яросолка заменил Каспер Скибицкий. Именно эти футболисты забили два победных гола своей команды. Скибицкий – это вообще уникальное явление. После подписания контракта с Легией его товарищи по Олимпии Грутсенш в бывшем клубе хавбек откровенно недумевали, за какие такие заслуги его подписали легионисты и по-доброму над ним подтрунивали. Выход на замену с Лехом стал его бенефисом. Он поучаствовал в обоих забитых мячах, нанес три удара, совершил четыре успешных обводки и выиграл 7 из 11 единоборств. На наших глазах растет новая звезда, но это довольно неплохо для дебютного поединка. А что же Лех? Усталость тоже берет свое. Все-таки Лех играл уже третью английскую неделю подряд. А в прошлый четверг рубился в дырловое встречу со стандартом в Лиге Европы, которую, к слову, выиграл 3-1. К чему это? К тому, что во имя освежения атаки Дарью Жура выпустил на поле Филиппа Мархвинского вместо Дани Рамиреса и Ника Кочараву вместо Микаэля Исхака. Исхак – это лидер команды и настоящее откровение в текущем сезоне экстракласса, но он не двужильный, а Кочарава пока что не способен дать той же эффективности команде в атаке. Показательная в этом плане была встреча с Краковией за тур до этого, где Журов дал Исхаку отдых перед Лигой Европы, но во втором тайме вынужден был заменить Кочараву, когда команда уступала 0-1. Исхак забил. Также стоит отметить Рафаэля Лопыша, который забил дебютный гол в составе новой команды. Совсем недавно этот футболист выступал за Краковию и даже выиграл Кубок Польши в этом году. Но победный гол и вовсе пришел довольно дурацким образом. Банальный навес сланга, Рафаэля Лопыша никто не кроет, защитники разбегаются, оборонительный блок рассыпается, вынимайте, пожалуйста, 2-1. Как мне кажется, пауза на матче сборных пойдет на пользу в данном случае Леху, потому что команда сможет перезарядить батарейки и со свежими силами выйти на предстоящие поединки Лиги Европы, которые решат выйти для команды Дарюши Журова из группы. Ну и экстракласс. Остальные поединки экстракласса, которые состоялись минувший уикенд, вы можете увидеть на экране. В минувшую субботу в возрасте 84 лет от коронавируса скончался многолетний президент Нижнеселецкого окружного союза настольного тенниса Зигмунд Сутковский. Своё приключение со столовым теннисом он начал в 1958 году, сначала как игрок, а позже руководитель секции «Панцирняки» Вроцлав. Через несколько лет получил полномочия судьи, а с 1969 года был неизменным президентом Нижнеселецкого окружного союза настольного тенниса во Вроцлаве вплоть до 2012 года. Ранее он также тренировал сборную Польши в этом виде спорта, ну и был инициатором нескольких турниров по столовому теннису. До своей спортивной заслуги Зигмунд Сутковский был награжден Кавалерским крестом Ордера Возрождения Польши, а также другими наградами. Редакция «Энполанд» выражает свои соболезнования семье и друзьям погибшему. Польковица разглянил за Глэмби Сосновис 95-73 в матче второго тура женской баскетбольной лиги. Гости могли рассчитывать на удачный результат лишь в самом начале встречи, когда в какой-то момент счет был 7-7. Добыв победу в следующей серии с счетом 12-2, Польковица больше не позволила оппонентам приблизиться к себе. Главные бомбардирки хозяев минувшей встречи Кэша Хамптон 31 пункт и Драган Останкович 13 пункт. Купрум Любин уступил в восьмом поединке к ряду. На сей раз палачом выступили Чарный Радом в седьмом туре кандбольной плюс лиги. Первая партия была за Купрумом. Любиняне блестяще вошли в игру и закончили ее с результатом 25-16. Развить успех в последующих сетах не удалось. Несмотря на напряженную и равную борьбу, медные уступили 25-27. Это при том, что практически перед перерывом им удалось сделать счет 22-22. Негативная для Любинян тенденция продолжилась и в двух финальных партиях, где они навязывали хозяевам равную борьбу, но смазывали концовки. Таким образом, Купрум не сумел добыть первую победу в текущем сезоне плюс лиги и продолжил свою черную полосу. Ну и в двух словах о главных мировых событиях в спорте, по нашему мнению. Артем Дюба забил победный гол в поединке с Краснодаром, а также отдал приз лучшему игроку встречи Алексею Сутермину, у которого на днях умер отец. Болельщики «Зенита» освистали форварда из-за скандала с интимным видео. Две команды NBA рассматривают возможность обмена игроками. Игрок Dallas Mavericks, Тим Хардвей-младший, может перебраться в Лос-Анджелес Лейкерс, а на его место почет Дани Грина. Сегодня в Хужове состоится товарищеский поединок между сборными Польши и Украины. Начало встречи в 20.45 по польскому времени. Напоминаю, что эта встреча должна была состояться в марте этого года, но была отменена из-за начала пандемии коронавируса. Это все спортивные новости на сегодня. Увидимся в следующую среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова